Дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать сердце. Напоминаю, что сердце это the heart. И давайте поговорим про некоторые симптомы, которые связаны с заболеваниями сердца. В первую очередь это shortness of breath. Shortness of breath сокращенно будет S-O-B. И S-O-B, вы часто встретите такую аббревиатуру. И у этого словосочетания есть синоним. Слово breathlessness, оно используется намного меньше. И медицинский термин или technical term это dyspnea. Или dyspnea. Два варианта произношения возможны. И мы говорим о том, что сначала at first, вот симптом одышки, он вызывается какой-то физической активностью, каким-то напряжением. И вызывается это будет is caused. Is caused, чем-то это предлог by. И усилие, физическое усилие имеется в виду, это exertion. Exertion. Exertion это другой термин, physical activity. И здесь пример such as climbing stairs. Climbing stairs это подъем по лестнице. А дословно взбирание. От глагола climb, подниматься, взбираться, образовали существительные. Climbing stairs. Stairs это ступеньки. But in severe cases, но в тяжелых случаях, этот симптом, он может быть присутствующим. Maybe present. Present это прилагательное. Всегда используется с глаголом to be. Maybe present, even, даже at rest. At rest это в покое. Еще раз. При нагрузке это. У нас позже будет on exertion. Вызванный нагрузкой это by exertion. А в покое это at rest. У пациента, у которого есть одышка, а дословно который есть практически breathless, бездыханный. Но, конечно, это не про то, когда он не дышит. Это про то, когда у него есть одышка. А дословно breath это дыхание, а less это отрицательная частица. Но здесь это не бездыханный. Это пациент, у которого есть одышка. A patient who, обратите внимание, who мы используем, когда говорим про одушевленные лица. When lying flat. Я вам выделила жёлтым, потому что такое выражение типично для английского языка и нетипично для русского. Вместо того, чтобы сказать when he is или when they are lying flat, когда они лежат flat, плоско, горизонтально, ровно. Вместо этого вот часть слов выкидывается, просто ставится when, когда и глагол в инговой форме. Когда лёжа ровно, горизонтально. Это буквальный перевод, а не буквальный, когда он лежит горизонтально. When lying flat. Flat это плоский, горизонтальный. И этот симптом по-медицински называется assopnea. Assopnea или артопния. Например, он лежит так в постели. When lying flat in bed. In bed это в постели. И такой пациент будет иметь тенденцию. Глагол tend. Will tend. Будет иметь тенденцию, будет иметь склонность. To sleep. Спать. И здесь от глагола raise образовалось у нас такое raised up. В каком состоянии? Спать приподнятым. Sleep raised up. Это третья форма от глагола raise. Raised up. On two or more pillows. На двух или трёх подушках. И аббревиатура the abbreviation S-O-B-O-E tends for. Когда мы расшифровываем аббревиатуры, мы всегда используем tends for или во множественном числе tend for. Shortness of breath on exercise. Или shortness of breath on exertion. Or shortness of breath on effort. И всё это будет означать при усилии, при физическом напряжении, при физической нагрузке, при физической активности. Посмотрите ещё раз на симптомы. Запомните их. Посмотрите на глаголы, что вам всё понятно, где какое время используется и как это переводится. И какие фразы могут говорить пациенты. Пациент может сказать, я дословно становлюсь ужасно коротким в дыхании. Глагол get может быть использован. I get short of breath. Или I get terribly. Ещё усиление у нас. Очень сильно, ужасно. I get terribly short of breath. Climbing stairs. Можно здесь было бы when опять добавить. When climbing stairs. Climbing – это взбираться, подниматься. Doctors can ask. Врачи могут спросить. How many pillows do you sleep on? How many pillows do you sleep on? На скольких подушках вы спите? Обратите внимание, что в английском языке часто вопросительное слово или существительное в вопросе разделяется предлогом, который к нему относится. Мы говорим на, а у них этот он идёт в конце. И порядок слов ещё раз повторить. How many pillows – вопросительные слова. Do – помощник. Present simple. You – подлежащее. Sleep. Смысловой глагол без каких-либо изменений. И идёт потом предлог, относящийся к вот этой части. Следующее понятие – это сердечный ритм. Heart rhythm. Heart rhythm. The normal resting heart rate is 65 to 75 beats per minute. Or BPM. Normal – это всё, что в норме. Resting – это в покое. Составляет, мы взяли просто глагол to be. Bits per minute – это ударов в минуту. Часто увидите сокращение BPM. In athletes. У спортсменов it may be – это может быть as low as. As low as as – это вообще как бы достигать чего-то. Здесь мы можем просто перевести как может снижать. До 40. 40 beats per minute. In extreme athletic activity. Здесь имеется в виду в покое. А вот теперь при активности, особенно очень сильный, экстремальный, extreme athletic – это физическая, спортивная активность. The heart rate can go as high as 200 beats per minute. То есть может, наоборот, доходить до 200 ударов в минуту. The heart rhythm may be regular or irregular. Regular or irregular. И вот нерегулярный ритм или неправильный ритм будет называться аритмия, а по-английски – a with me. A with me. Обратите внимание, какой здесь непростой спеллинг. Надо прописывать рукой, чтобы запомнить. Оборот. There is run, но с модальным глаголом may. There may be – могут быть, могут возникать. Early – это ранние beats. Удары дословно. Ну, мы можем сказать как сокращение. Which interrupt – которые прерывают. Interrupt – это прерывать. The regular rhythm. И такие сокращения называются преждевременными. Или premature beats. Premature beats. И ритм может в норме варьировать. Варьировать – это глагол vary. May vary. При дыхании или дословно с дыханием. With respiration. With respiration. А как патология он может быть совершенным. Неритмичным, неправильным, нерегулярным. Completely irregular. Как, например, при. Когда мы хотим сказать как при какой-то патологии, можно взять as in. As in fibrillation. Это фибрилляция. Очень хорошее словосочетание to be aware of. Дословно to be aware of – это быть осведомленными о чем-то. Но в данном случае они используют здесь, говоря о том, что пациенты чувствуют, ощущают. When patients are aware of irregularity, they describe the symptom as palpitation. И мы видим с вами еще один симптом – это сердцебиение. Или сердцебиение я – palpitation. И какие еще полезные выражения касательно сердца. Здоровое сердце можно сказать healthy или strong. Слабое – weak. Искусственное – artificial. Пересаживать сердце – это transplant. Если мы хотим сказать «моё сердце останавливается», можно сказать «the heart fails» или «the heart stops». The heart palpitates – бьется, стучит, or throbs, or beats. И перекачивает это «pump» или «pump out» blood.